всем привет мои дорогие зрители очень рада видеть вас на своем канале сегодня я хочу с вами обсудить причины почему стоит переезжать в израиль на пмж если вы еще не смотрели видео о том почему не стоит переезжать в израиль то ссылку на него вы найдете в описании ну и давайте не будем затягивать и начнем уже обсуждать плюсы переезда и первая причина почему стоит ехать в израиль на пмж это то что в израиле у вас всегда будет работа вы всегда сможете найти себе работу какую работу это уже вопрос в другом но вы всегда сможете заработать себе на необходимые нужды к тому же в израиле существует минимальный порог зарплаты меньше которой в израиле никто по закону не получает если вы работаете на фиксированная оклад этот оклад равен минимум 5300 шекелей в месяц если же оплата по часовой то это оплата равна минимум двадцать восемь с половиной шекелей в час и это деньги на которые можно в израиле нормально жить не шиковать но на минимальные какие-то основные нужды вам точно хватит к тому же шанс того что в израиле вас кинуть зарплатой крайне мало вторая причина почему стоит ехать в израиль на пмж это то что в израиле неважно кем ты работаешь сколько ты получаешь кто-то по профессии к тебе будут относиться ровно так же как и ко всем остальным членам общества в израиле нет стрёмных профессий и каких-то неуважаемых работ и да в израиле есть конечно более престижные высокооплачиваемые работы и профессии но это не значит что к уборщицы будут относиться хуже чем к банкиру и наоборот в израиле полная уравниловка что касается взаимоотношений людей что касается бюрократических каких-то моментов и так далее и вы не будете здесь чувствовать себя человеком второго сорта только потому что у вас какая-то недостаточно престижная работа или вы получаете недостаточно много денег третья причина это климат да климат я указывала как и минус переезда в израиль но все же это и плюс плюс потому что здесь никогда не бывает сильных морозов потому что здесь практически круглый год светит солнце потому что здесь есть разные климатические зоны которые могут подойти разным людям это например высоко горный климат на севере страны это влажный средиземноморский климат в центре страны это пустынный сухой климат на юге страны в пустыне и так далее следующая причина переезжать в израиль на пмж это его моря что тут говорить три великолепных моря на выбор и до любого из этих морей можно доехать на машине максимум за несколько часов это необычно соленое лечебное мертвое море это бархатное средиземное море это великолепное по своей красоте красное море и захотел себе поехать на море не надо планировать эту поездку за несколько месяцев не надо копить на нее деньги покупать путевку просто сел в машину и поехал на одной из этих морей и купайся себе сколько хочешь практически круглый год в этих морях можно купаться и это великолепно это прекрасно следующая причина почему стоит переезжать в израиль на пмж это то что в израиле вы будете защищены в плане бюрократии да конечно бюрократия в израиле не всегда работает как часы я кстати об этом недавно говорила в одном из своих прошлых видео и иногда приходится повоевать по скандалить понапоминать о себе но как ни крути она работает если вы потеряли работу то вы будете получать пособие по безработице если вы получаете слишком мало денег на своей работе например вы работаете на пол ставки за минимальную зарплату то вы будете получать пособие по обеспечению прожиточного минимума если вы не можете найти себе работы или хотите увеличить свою цену на рынке труда то вы можете получить либо бесплатные либо частично субсидированные курсы переквалификации если не дай бог с вами что-то случится и вы потеряете на время или навсегда трудоспособность то вы будете получать пособие от института национального страхования вы будете получать медицинское обслуживание совершенно бесплатно кстати да медицина это шестая причина почему стоит переезжать в израиль на пмж каждый житель израиля каждый месяц платит медицинскую страховку совершенно небольшие деньги по израильским меркам и за эти деньги он получает полное медицинское обслуживание совершенно бесплатно единственное за что он платит это за саму страховку и частично платит за лекарство которое он покупает и говоря о бесплатном медицинском обслуживании я имею в виду не только какие-то базовые анализы, базовые процедуры, посещение семейного врача-терапевта и так далее. Я имею в виду также редкие, сложные дорогостоящие процедуры, диагностики, операции и так далее. Израильтянину не нужно ломать себе голову, где найти деньги на дорогостоящее лечение. Он просто идет к врачу и получает это лечение абсолютно бесплатно. Да, у израильской медицины есть свои косяки, я о них уже не раз говорила, но, как мне кажется, эти косяки перекрываются осознанием того, что если ты вдруг серьезно заболеешь, то израильские врачи, израильская система медицинского обслуживания сделает все, чтобы поставить тебя на ноги, сделает все, чтобы сделать с тебя здорового человека, насколько это возможно. И не важно, сколько у тебя денег на счету в банке, не важно, кто ты по происхождению, не важно, кто ты по профессии, кто у тебя мама, папа, дядя, тетя и так далее. И даже больше вам могу того сказать, если вдруг по каким-то причинам израильские врачи не в состоянии вас вылечить, то вы можете поехать лечиться за границу за счет своей страховки. Следующая причина, почему стоит переезжать в Израиль, да и вообще переезжать, это то, что переезд, особенно в другую страну, он открывает для вас новые горизонты, заставляет видеть и делать то, что вы раньше не видели и не делали, заставляет вас вылазить из вашей зоны комфорта, из вашей коробочки, что я лично считаю всегда плюсом для развития личности, для достижения целей и так далее. Скорее всего, там, где вы раньше жили, там, где вы сейчас живете, у вас есть какой-то налаженный быт, у вас есть работа, люди, которые вас окружают, разговаривают с вами на одном языке. Это ваша зона комфорта. И переезд, особенно в другую страну, он полностью разрушает эту зону комфорта. И нужно учиться выстраивать новую зону комфорта, учить новый язык, учиться общаться с новыми людьми, искать новую работу, преодолевать какие-то трудности. И я считаю, что это делает человека, это делает личность сильнее, это делает личность разносторонней и интересней. Следующая причина, почему стоит переезжать в Израиль на ПМЖ, это то, что, став гражданином Израиля, вы имеете право стать обладателем замечательного израильского загранпаспорта, который называется Даркон. И с этим загранпаспортом у вас открыта дорога в более чем половину стран мира. Если я не ошибаюсь, 144 страны мира вы можете посещать без визы. То есть, если вы захотите полететь в Европу, полететь в Канаду, полететь в страны Южной Америки, вам просто нужно купить билет и полететь. Вам не нужно заказывать визу, вам не нужно ждать ответа от посольства и так далее. Вы просто покупаете билет и летите, и это так офигенно круто. Следующая причина, почему стоит переезжать в Израиль на ПМЖ, это то, что в Израиле в первое время, пока вы будете новичком, к вам будут относиться немножко по-другому. Даже можно в какой-то степени сказать, что к вам будут относиться как к ребенку. Вам будет многое прощаться, к вам будут проявлять заботу, вашим достижениям и успехам будут искренне удивляться и восхищаться, если таковые успехи, конечно, будут. И вы можете обратить это в свою пользу. Например, если вы по какой-то причине нарушили какое-то описанное или неписанное правило, то вы всегда можете сослаться на то, что вот я новый репатриант, или я недавно переехал в Израиль, я не знал, что такое правило существует. И вполне возможно, что на ваш проступок закроют глаза, что, возможно, не сделали бы, если бы на вашем месте был не новичок, скажем так, если бы там был человек, который родился в Израиле или который прожил в Израиле много лет. Или, например, вы очень упорно учили еврит, и вам удалось выучить еврит на хорошем уровне, скажем, за год, и вы пошли устраиваться на какую-то престижную, высокооплачиваемую работу. И если вы будете говорить на собеседовании на хорошем еврите, то это будет очень выгодно отличать вас от ваших конкурентов, даже если ваши конкуренты здесь родились, даже если ваши конкуренты здесь учились, и у них есть опыт работы уже в Израиле. То, что вы так быстро выучили язык, это будет показывать вас в человека целеустремленного и трудолюбивого, потому что это действительно большое достижение, если вы выучите язык за год, за полтора года. Ведь далеко не у каждого это получается, я даже больше вам могу сказать, даже далеко не у каждого получается выучить язык за 10 лет жизни в Израиле. Ну и заключительный пункт на сегодня, к сожалению, актуальный только для новых репатриантов. Когда вы репатриируетесь в Израиль, когда вы становитесь новым гражданином страны, вы получаете такую колоссальную поддержку от государства. Мне кажется, никакая другая страна в мире так не поддерживает новоиспеченных граждан страны. Это и корзина абсорбции, это возможность получить бесплатное образование, чего чаще всего лишены те люди, которые здесь родились. Это всевозможные скидки, субсидии, льготы и так далее. Это помощь кураторов, которые помогут и подскажут, что и как делать. Это бесплатные курсы в РИТ и так далее. Все это делается для того, чтобы максимально смягчить вашу адаптацию в новой стране. Кстати, если вам интересно узнать поподробнее, что именно полагается новым репатриантам, то ссылку на видео, где я об этом подробно рассказывала, я оставлю в описании к этому видео. Ну все, на этом я буду закругляться. Не забывайте писать ваше мнение в комментариях и не забывайте поддержать это видео лайком и подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали, конечно. И также подписывайтесь на мой влоговый канал, ссылку на который я оставлю в описании. Ну все, всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока!